значит смотрите что мы изучили в прошлый раз значит мы изучили что бывают задачи которые перечислимы но не разрешимая значит целом можно писать такую диаграмму эйлера что вот есть но что перечислимая а наши снова что такое перечислимые и есть пересечении и пересечения тут в точности разрешимое множество значит отдать на охрытые рима поста четырем поста говорит что множество разрешимо тогда только тогда когда и она сама перечислима и его дополнение тоже перечислима То есть оно КО-перечислимо. Соответственно, дальше мы изучали разные задачи. Например, проблема самоприменимости была вот здесь. Самоприменимость была вот здесь. Проблема остановки. Остановка была вот здесь. Вот. КО-перечислимая, ну мы в явном виде не приводили, но, например, нигде не определенная программа. То есть множество программ, которые ни на одном входе не останавливаются, будут КО-перечислимым. Почему это так? А давайте прямо докажем аккуратненько. Да, значит, теорема. Множество таких P, что для любого X O от PX не определено. Да, значит, вот это множество КО-перечислима, но неразрешима. Значит, почему она КО-перечислима? Но его дополнение… Значит, доказательство. Почему КО-перечислима? Ну, потому что его дополнение… Это множество таких P, что существует. X такое, что O от PX определено. Вот, а можно еще по-другому написать. Значит, можно написать, что это равно множеству таких P, что существует X и существует T, такие, что O от PX останавливается за T шагов. Вот, но вот эта вот часть, да, после квантеров, это свойство разрешимое. Получается, что вот это вот, значит, вот это вот это разрешимое свойство, разрешимое свойство тройки P, X, T. Ну, и тогда получаем, что дополнение перечислимо как проекция разрешимого. Да, потому что здесь хоть и две переменных, но по ним один и тот же квантер, так что можно вместо этого написать, что существует пара из X и T. Да, значит, то есть получаем, что… Получаем, что дополнение перечислимо. Ну, а, соответственно, само множество, значит, само множество Q перечислимо. Так, почему оно неразрешимо? Значит, ну, неразрешимо оно, потому что… Ну, опять же, это на самом деле верно. В общем, в самом конце обсуждали про главную нумерацию. Да, значит, это вот, что неразрешимо, ну, вот для проблем установки это всегда верно. Вот, а вот для нигде неопределенной это не всегда верно, что неразрешимо. Да, верно, только для главных нумераций, но интуиция такая, что можно посмотреть… Так, давайте на следующую страницу. Значит, почему оно неразрешимо? Ну, потому что можно рассмотреть, значит, рассмотрим Q, значит, такую, что, ну, там, для любого Y, Q от QY равняется U от PX. И тогда получается, что Q нигде не определена, тогда и только тогда, когда U от PX U от PX останавливается. Вот, значит, Q нигде не определена, тогда только так, когда U от PX останавливается. Ну, и что же получается? Мы не можем определить, значит, мы не можем определить, верно ли, что U от PX останавливается, значит, не можем определить, что Q нигде не определена. Да, потому что, если бы мы про Q могли определить, верно ли, что она нигде не определена, то мы смогли бы про пару PX определить, верно ли вот это. Да, то есть, получаем, что вот это вот неразрешимо, из этого следует, что вот этого тоже неразрешимо. Так, ну ничего, понятно? Ну, а здесь используется, на самом деле, определение главности, да, или опор на какой-нибудь конкретный язык программирования, что можно, что как бы превращение пары PX вот в такое Q, это вычислимая задача. Вот, и иначе нельзя сделать такую штуку, да, потому что мы не сможем по PX найти такое Q. Вот. Так, ну и еще у нас, я тебе вернусь сюда, значит, еще у нас был пример задачи, которые вообще снаружи, не перечислимой, не коперечислимой. Эта задача, наоборот, всюду определена. Значит, верно ли, что программа всюду определена? Значит, вот эта вот задача, она не перечислимой, не коперечислимой. Но, опять же, только вот для главных нумераций. Так, ну, а сейчас самое время вспомнить, что такое главная нумерация или главная универсальная вычислимая функция. Но я говорю нумерация иногда, потому что можно считать, что там программа или там код программы или номер программы это номер функции, которую она вычисляет. Вот, и можно считать, что, соответственно, там универсальная вычислимая функция или там компилятор, можно сказать, задает нумерацию всех вычислимых функций. То есть номер вычислимой функции это фактически программа, которая ее вычисляет. Так, ну вот, значит, соответственно, главная универсальная вычислимая функция. Значит, это u, которая берет два аргумента. Но тут смотрите, я уже много раз говорил, что есть два стандартных подхода, что вычислимые функции определены на натуральных числах, это исторический первый подход, или что функции определены на словах из нуля и единицы, это такой более современный подход, потому что сейчас мы привыкли, что все кодируется битами, поэтому все определяется на словах. А в 30-х годах прошлого века компьютеров еще не было, так что люди не привыкли к универсальному кодированию, зато уже много знали про математику. Значит, поэтому они, соответственно, любили все натуральными числами кодировать. Вообще, да, вообще, на самом деле, вот это кодирование, оно же не только из компьютерной техники взялось, но, например, еще из генетического кода, который тоже был открыт в 50-х годах, в 30-х о нем еще не знали. Поэтому сейчас для нас как-то привычнее говорить про строки, слова и так далее. Но, с другой стороны, можно и про числа говорить, это, по крайней мере, короче. Стандартный символ для нейтральных чисел. Стандартного значения это один символ, да, а не несколько. Так вот, значит, главная универсальна вычислимая функция, у, это функция, которая обладает следующими свойствами. Значит, во-первых, она сама вычислима, значит, у вычислима как функция от двух аргументов. Во-вторых, во-вторых, она универсальная, что означает, что для любой вычислимой f, значит, которая отображает нейтральные числа и нейтральные числа, существует такое, такой номер p или такая программа p, что для любого x у от px равняется f от x. Вот, но вот это еще то, что называется полнота по тьюрингу для языка программирования, да, то есть, что можно действительно любую задачу на этом языке решить. Вот, и, наконец, третье свойство. Значит, третье свойство, которое и говорит, что это главная универсальная функция, что фактически можно писать транслятор на нее с любого другого языка программирования. Да, то есть тут, значит, для любой вычислимой функции двух аргументов существует s, значит, а s это всюду определенная, всюду определенная вычислимая функция, значит, такая, что для любого p и для любого x, значит, v от p и x равняется u от s от p и x. Вот, и что делает s? s фактически переводит с языка u на язык v. Да, то есть, s берет программу p, которая дает какую-то функцию, да, то есть, вот это v от p и x равняется какому-то f от x. И можно сказать, что p это программа для той функции на языке v. И вот эта вот функция s из программы p делает программу s от p, которая будет программой для той же самой функции на языке u. Вот, но такой транслятор получается. Значит, в принципе, такой транслятор всегда есть, но для главной он не просто есть, а он всюду определен. Ну, если он всегда всюду определен, то он еще и вычислим. То есть, такая программа всегда есть, но не всегда его можно найти. А вот для главной всегда можно найти. Вот. Хорошо, значит, теперь, что я хочу, про эти функции сказать. Так, ну, смотрите, вот если вернемся на эту диаграмму, то здесь, ну, вот самоприменимость, значит, самоприменимость, самоприменимость это не свойство функции на самом деле. Да, потому что для, да, как бы для одной и той же задачи можно написать самоприменимую программу, а можно не самоприменимую. Вот. Ну, например, да, еще давайте, почему так происходит, пример. Например, пусть у меня функция ищет в программе какой-нибудь символ. Ну, вообще в тексте. Да, функция ищет в тексте символ, да, и ищет там твердый знак. Да, вот есть файл, там, какой-нибудь кодировки стандартной, кириллической. Вот. И она в этом файле ищет твердый знак. Если она его нашла, то она останавливается. А если не нашла, то, соответственно, не останавливается, да, зацикливается. Ну, можно сказать, что она ищет, пока не найдет. Да, если его там нет, то она всегда будет искать. Вот. Вот такая функция. Но теперь как ее можно реализовать? Можно реализовать, что вот символ, твердый знак, и ищи его в тексте, да, то есть все символы, сравнивая с этим твердым, с этим символом. Вот. Тогда в этом тексте программы есть твердый знак, и она на своем собственном тексте остановится. Вот. А можно взять другую программу, которая говорит, вот возьмите символ ща и возьмите следующую букву в лафавите, и потом вот эту следующую букву ищите. Тогда вот в этой программе, в тексте такой программы нет символа твердый знак, хотя она делает то же самое. Соответственно, получается, что одна программа останавливается на собственном тексте, другая делает то же самое, но на собственном тексте не останавливается. Вот. Поэтому самоприменимость — это свойство конкретной реализации. Но вот все остальное, остановка, нигде неопределенность, всю допределенность и еще кучу всего остального, это свойство не реализации, а свойства функции, которые программа вычисляет. Вот. Какие-то свойства реализации могут быть даже разрешимыми. Например, что длина программы не больше тысячи символов. Это, конечно, разрешимые свойства. Но, с другой стороны, все, наверное, понимают, что если какую-то программу можно написать, то можно ее сколько угодно раздуть. То есть если есть программа, реализующая функцию короче тысячи символов, то можно написать и другую, которая будет длиннее тысячи символов. Ну, уж как минимум за счет написания комментариев. Даже если комментариев в языке нет, то все равно можно что-то делать. Бессмысленное, но зато оно занимает текст программы. Поэтому какие-то такие свойства могут быть даже разрешимыми. Но все, что связано с функциями, пока у нас было, оно неразрешимо. Значит, может быть перечислимо как проблема остановки, может быть коперечислимо как нигде неопределенность, может быть даже ни то, ни другое, как всю доопределенность. Но сейчас я хочу про это доказать теорему, что вот здесь может быть только в тривиальном случае, то есть если свойства всегда верны или никогда неверны, то оно, конечно, разрешимо. Но если свойства либо, может быть, как верны, так и неверны, и при этом это свойства функции, то мы не можем понять, обладает ли данная программа этим свойством или нет. Так, хорошо, значит, теперь давайте я запишу это. Так, значит, пусть какое-нибудь а красивое. Значит, а красивое – это множество вычислимых функций одного аргумента. Такое, что, соответственно, а не пусто, и а с чертой тоже не пусто. Вот тогда, значит, теорема Успенского-Райса заключается в следующем, что множество таких программ, что программа задает… А, сейчас, подождите, давайте я его аккуратнее сформулирую. Пусть, значит, пусть У – это главная универсальная вычислимая функция. Вот. А, значит, АА вот такой вот. Значит, тогда множество таких П, что У… Так, вот тут есть такое обозначение с точечкой. Значит, обозначение с точечкой означает, что то, что написано, воспринимается как функция только вот от этой точечки. Да, то есть П фиксировано, да, а Х – это аргумент. Вот. В общем, множество таких П, что соответствующее сечение лежит в А красивом. Значит, это неразрешимое множество. Вот. То есть получается, что если есть, значит, если есть программы, то есть если есть функция, обладающая там хорошим свойством, есть функция и не обладающая, то невозможно по тексту программы сказать, вычислямая ей функция обладает этим свойством или не обладает. Вот. Но это если, значит, это если это главная универсальная вычислимая функция. Так, понятно ли утверждение теоремы? Да, то есть вот опять же, если вернуться на нашу диаграмму в начало, да, то теорема говорит, что вот эти свойства именно функции могут быть вот здесь вот, могут быть вот здесь вот, могут быть вот здесь вот, но никогда не могут быть вот здесь вот, да, только если это тривиальное свойство. Так. Ну ладно, значит, давайте будем доказывать. И в доказательстве нам как раз поможет нигде неопределенная функция. Так, значит, пусть вот есть такая буква, zeta, греческая буква, ее полезно уметь писать, когда встречается в математике. Значит, zeta от x это нигде неопределенная функция. Нигде неопределенная функция. Вот, значит, без ограничения общности без ограничения общности эта функция zeta лежит в a красивом. Что если вдруг не лежит, мы перейдем к дополнению, да, она же где-то лежит, либо в a, либо в дополнении k. Если она в дополнение, то мы переименуем дополнение a в a, будем доказывать неразрешимость дополнения, ну а разрешимость, поскольку сохраняется при дополнении, то, значит, для исходного она тоже верна. Так, значит, без ограничения общности zeta лежит в a. И пусть тогда кси значит, пусть кси лежит. А, хотя, сейчас, давайте, может быть, наоборот удобнее. Понятно, что это не важно, но в некоторых, в каком-то варианте удобнее излагать. Да, вообще, наверное, не очень важно. Да, вроде неважно, да, значит, так тоже сработает. Значит, пусть zeta лежит в a, а какая другая функция, кси лежит в a с чертой. Поскольку свойство нетривиально, да, то найдется функция, которая в а с чертой лежит. Так, теперь, что мы делаем? Теперь пусть k, пусть k это перечислимое, перечислимое неразрешимое множество. И тогда рассмотрим рассмотрим вот такую функцию. Значит, v от nx. Это v не случайно, это будем подставлять как раз в определение главной функции. Значит, v от nx равняется следующему. Значит, оно равно кси от x. Кси от x, если n принадлежит k, и z от x, если n не принадлежит k. Ну, то есть, если вспомнить определение, да, то вот этот z от x, значит, это означает неопределено. Неопределено, если n не принадлежит k. Так, значит, вот эта функция v вычислима. v от nx вычислима, да, потому что на самом деле можно сказать, что v от nx это будет кси от x умножить на полухарактеристическую функцию k от n. Да, как раз, если n лежит в k, тогда мы единицу умножаем на кси от x, получаем кси от x. Вот, а если n не принадлежит k, тогда мы умножаем на неопределенность. Да, на неопределенность, не важно, что мы умножаем, получаем неопределенность. Да, что нам и нужно. Вот, значит, v от nx вычислима, что тогда нам говорит свойство. Значит, из свойства главной универсальной вычислимой функции мы получаем, что существует всюду определенная всюду определенная вычислимая s, значит, такая, что для любого, значит, для любых nx, значит, v от nx равняется u от s от n и x. Вот, тогда что же мы получаем? Значит, мы получаем, что если n лежит в k, значит, если n лежит в k, то тогда для любого x u от s от nx равняется кси от x. Значит, и тогда получается, что s от n лежит в а с чертой. Вот, если n не принадлежит k, то тогда, получается, для любого x u от s от nx равно z от x. И тогда получаем, что s от n лежит в а. Вот. Почему это так? Ну, потому что вот кси у нас лежит в а с чертой, а s от n получается программой, которая ее вычисляет. Вот, поэтому сейчас, наверное, не совсем хорошо вот так вот писать, потому что а красиво это именно множество функций. Так, сейчас. Это где-то надо ввести обозначение. Так. Давайте напишу так, да, значит, есть а прямое с чертой, есть тоже а прямое, а где-нибудь здесь я напишу, что а значит, а прямое это множество таких p, что ну, собственно, а, вот эта штука и есть, да, я могу просто вот сюда вот написать а прямое, которое равняется вот этой штуке. Значит, оно неразрешимо. Да, то есть а красивое множество функций, а а прямое множество программ, которые эти функции вычисляют. Да, это немножко разные объекты, поэтому я их по-разному обозначаю. Вот. Ну, вот, соответственно, получается вот это. Что ж получается? Ну, мы получили сейчас, что еще раз объяснить? А, две строки, вот, да. Значит, еще раз, смотрите. кси у нас лежит у вас чертой красивым. Но вот это вот равенство получается, что с от n сдает программу, которая вычисляет кси, то есть вычисляет функцию из а красивого с чертой. Значит, само с от n лежит в а прямом с чертой. Ну, и симметрично вот здесь вот, да, значит, z у нас лежит в а, с от n вычисляет программу, которая лежит в а. Вот, поэтому, соответственно, с от n лежит в а прямом. Что же мы получили? Ну, мы получили, на самом деле, лемосводимость, потому что если тут перейти к дополнению, будет в другую сторону. Ну, в смысле, не к дополнению, а к отрицанию. Значит, к отрицанию получается то же самое, что сверху, но в другую сторону. Да, то есть в итоге мы получили, получили, что n лежит в k тогда и только тогда, когда с от n лежит вас чертой. вот, но тогда получается, что если а с чертой разрешима, ну, точнее, можно сказать, да, значит, что получается, то есть k у нас, m сводится к а с чертой. Вот, но поскольку, значит, поскольку k неразрешима, то и а с чертой неразрешима. ну вот, все доказали, нам это и нужно было. ну, то есть, да, все-таки надо было там исправить, наоборот, тогда бы здесь а получилось неразрешимо, но по сути это неважно. Так, ну чего, какие-нибудь вопросы? Ну вот, как исходная диаграмма показывала, могут быть три варианта. На самом деле, да еще и больше, как мы на следующей лекции узнаем. Вот, ну, в общем, может быть перечислим, может быть, k перечислим, а может быть, ни то, ни другое. Но вот в этом ни том, ни другом, на самом деле, есть больше разных вариантов. Вот. Так, ну а сейчас вроде и звонок должен быть, что если вопросов нету, то можно сейчас делать перерыв, а потом будет другая великая теорема, теорема неподвижной точки. Так, ну что ж, давайте продолжим. Может, какие-нибудь вопросы появились? Так, ну ладно. Значит, тогда я хочу показать пример, как можно построить неглавную универсально вычислимую функцию. Как мы будем использовать эту теорему? Что мы построим такую функцию, для которой эта теорема не верна. Но при этом эта функция будет универсально вычислимой. И значит, она будет неглавной. значит, пример построения неглавной универсально вычислимой функции. Значит, план такой. построим значит, построим функцию, значит, которая будет универсальной вычислимой, но для некоторой но некоторое нетривиальное свойство а будет разрешимым. Вот. Ну а для главного должно было быть неразрешимым, значит, это неглавное. Так. Значит, рассмотрим множество какой-нибудь ну, неважно, как давайте и d его назовем. Значит, d это как раз мы с ним уже встречались в начале, это множество где-то определенных функций. То есть, это множество таких p, таких, что существует x, что u от px определено. Вот. То есть, это множество множество где-то множество где-то останавливающихся программ. значит, при этом вот это u, которая здесь, это обычная там у уничтожения машина Тьюринга, то есть, она-то главная. Но мы на базе ее сделаем другую неглавную. Так. Значит, смотрите, вот это может перечислимо. Значит, это перечислимое множество. Вот. Но раз оно перечислимо, то вот пусть какая-то функция его перечисляет. Да, то есть, вот это d, значит, d это там d0, d1, d2 и так далее. Вот как-то мы его перечислили. теперь рассмотрим такую функцию. Сейчас рассмотрим вот такую функцию v v от nx, которая будет не определено, не определено, если n равно 0, вот, и равняется u от d с индексом n минус 1 и x, если n больше 0. вот, а что же получается? d вот здесь вот, да, значит, множество где-то останавливающихся программ, да, то есть, множество p, что существует x, что у от x определено. вот, вот, так, ну, вот, рассмотрим вот такое v, но утверждаю, что v искомое, v искомое. Почему? Ну, во-первых, v вычислима, v вычислима, как, да, ну, и нужно, ну, то есть, тут нужно считать, что как бы все эти d, это конкретные числа, да, тут нет пропусков, да, не определенных, да, а прямо это вот мы перечислили множество в каком-то порядке. Вот, поэтому v вычислима, как композиция вычислимых функций, да, то есть, нам нужно сначала сравнить с нулем, что, понятное дело, мы умеем, потом вычислить, если больше нет, вычислить dn-1, да, что тоже, поскольку это перечисление можно сделать, и поставить v, который тоже вычислил, поэтому v вычислима как композиция вычислимых функций. Дальше, v универсальная, почему? потому что нигде не определенное имеет номер 0, да, значит, z от x имеет номер 0, вот, а, соответственно, все остальные тоже имеют какой-то номер, значит, все остальные имеют имеют какой-то номер dt, значит, какой-то номер dt, ну, и потому встречаются под номером, ну, dt в u, и потому встречаются под номером и плюс 1, получается, значит, под номером и плюс 1 в v. то есть у нас, ну, вот это d, значит, d это множество как бы всех где-то определенных программ, да, то есть это множество номеров всех функций, кроме нигде не определенной, да, и, соответственно, наша функция где-то определенная имеет какой-то номер внутри d, да, и тогда если мы возьмем n как и плюс 1, да, то как раз та же самая функция появится на и плюс 1 строчке в таблице для v. Так, ну, чего, понятно? Вот, тогда что же получается? Значит, да, универсальность тоже есть, но при этом, да, значит, при этом можно по номеру да, то есть получается, что n n больше нуля, тогда и только тогда, когда существует такой x, что v от nx определено. Да, и то, что n больше нуля, конечно, можно выяснить. Получается, что нигде не определенная функция имеет вообще ровно один номер. И это, конечно, разрешимое множество. Вот, кстати, получается следствие из теоремы Успенского-Райса, что для любой функции есть бесконечно много программ. Да, иначе это будет конечное множество. Вот, ну, для обычных языков мы это и так знаем, да, вот, но, опять же, получаем, что это следует просто из главности, да, а не из каких-то особенностей синтаксиса. Ну, вот, значит, поэтому, ну, вот, в общем, свойства, свойства где-то определенности, где-то определенности разрешима, но, следовательно, v не главное. Ну, вот, понятно, конструкция, есть какие-нибудь вопросы? да, давайте поймем, почему определение тут не будет выполнено. Это хороший вопрос. Да, смотрите, что такое главное по определению, что если у нас есть там какая-то еще нумерация w, то мы из этой нумерации w можем перекодировать нумерацию вот здесь вот. И почему мы так не можем сделать? Ну, потому что, смотрите, если у нас программа для w нигде не определена, то для нее нужно, да, значит, ей нужно, ее нужно перекодировать в номер 0. Вот, и никак иначе. Но тогда, получается, что там для той w надо было бы определять, да, надо было бы понимать, определена программа где-то или не определена. То есть, получается, чтобы корректно перекодировать вот в эту нумерацию, нужно для той нумерации определять, является ли программа где-то определенной линии является. Но мы только что увидели, что это невозможно для главной нумерации. Понятно, да, какая природа. Да, то есть, там действительно и для где-то определенной можно найти программу, для нигде не определенной можно, но для нигде не определенной здесь есть ровно один вариант. И чтобы именно его сопоставить, нужно для той, откуда перекодируем, решать вот эту проблему не пустой области определения. Так, ну чего, понятно? Так, тут я хотел бы упомянуть, значит, хотел бы упомянуть еще одну теорему. но, конечно, уже без доказательств это сложная теорема. Теорема Фридберга существует универсально вычлимая функция, в которой у каждой значит, у каждой функции одного аргумента есть ровно одна программа. вот, то есть тут значит, при такой, в принципе, программировании еще удобно проверять олимпиаду по программированию, да, значит, нужно просто сравнивать то, что предъявили, да, с той единственной программой, которая подходит. вот, но, конечно, конечно, это совершенно непрактический язык, да, и там довольно сложно доказывается, вот, но теорема есть. хорошо. Так, ну, теперь еще одна тема, которую я сегодня хочу обсудить, и еще одна теорема. Так, знаете ли вы, что такое Куайн? Да, совершенно верно. Ну, вообще, это фамилия тоже, математика. Но эта фамилия стала нарицательным понятием, да, значит, это программа, программа, которая печатает свой текст. Вот, значит, такую программу можно написать на, опять же, любом нормальном языке программирования. вот, а именно на любом, который задает главную универсальную учтемную функцию. Вот, ну, и действительно, есть, бывает, что люди развлекаются, берут какой-нибудь язык программирования, да, и на нем пишут. Есть читерские языки, в которых прям в язык встроена программа, типа, лист, да, там напечатать текст текущей программы. Вот, еще может быть, как бы, такой читерский подход с файловой системой, что, как бы, программа на файловой системе находит свой собственный текст, и его читает, выводит. Вот, но бывают, конечно, и настоящие куайны, которые, как бы, никакими особенностями среды не пользуются, да, а просто сами печатают, да, и действительно его можно создать. Вот, ну, на естественном языке можно писать такую инструкцию. напечатать дважды, взяв второй экземпляр в кавычке. Ну, и дальше, соответственно, еще раз то же самое. Значит, напечатать дважды, взяв второй экземпляр в кавычке. Вот, но действительно, если эту инструкцию выполнить, то она сама и получится. Вот, ну, и более-менее такие, ну, более-менее стандартные куайны, они более-менее то же самое делают, используя средства того языка, средства того языка, на котором они написаны. Вот, но, конечно, можно что-то другое делать. Вот, ну, значит, теорема стоит в том, что на самом деле на любом языке, который задает главный университет, универсально-учислимую функцию, такое можно написать. Так, теорема, что на любом языке, на любом языке программирования, значит, задающим главную универсально-учислимую функцию, да, существует существует куайна. Так, нет, тут кавычки не надо. Вот. Вот, значит, это на самом деле следует из более общей теоремы, значит, а именно из теоремы к линии о неподвижной точке. Так, ну, а вообще можете при желании поупражняться на своих любимых языках программирования. знаете, в чем заключается теорема? так, да, 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 но смотрите, ничего не печатать и печатать ничего, это немножко разные вещи. да, то есть я сказал, что пустая программа, не, ну, вообще, в обычный компилятор, если вы пустой файл отправите, наверное, он ошибку выдаст. Это, конечно, зависит там от языка и от компилятора, но скорее он все-таки выдаст ошибку. Вот, но, но опять же, она должна, скорее всего, даже если он не выдаст ошибку, скорее всего, она вообще ничего не будет делать. А она должна напечататься пустое слово. Это не одно и то же. Вот, не, конечно, можно придумать язык, который, получив пустой файл, да, и печатает пустую строку. Да, ну, вот там, там легкая задача получается. Теорема к линии о неподвижной точке. Так, значит, пусть, пусть у, это главная универсальная учлимая функция. Значит, а, 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 h-функция одного аргумента, это всюду определенная, всюду определенная вычислимая функция. Тогда, тогда существует p, такое, что для любого х, у от p и x равняется у от h от p и x. Вот, то есть что здесь происходит? Значит, здесь h, h делает какое-то преобразование программы. Да, h берет программу p, что-то с ней делает, получает программу h от p. но вот теорема заключается в том, что чтобы это преобразование не делало, все равно найдется программа, которая не изменит своей работы после этого преобразования. Да, то есть тут смысл получается такой, что h это преобразование программ, но оно, по крайней мере, вычислимое и всюду определенное, да, то есть во что-то преобразует. И, соответственно, теорема, что существует программа, которая после преобразования делает то же, что и до преобразования. Вот, теперь как это связано с квайном. куайн в терминах универсальной, значит, куайн в терминах универсальных вычислимых функций, ну, наверное, нужно, да, значит, нужно вот так вот по крео, что для любого х, у от px равно p. А вот это, наверное, нужно называть квайном. Да, то есть тут, ну, вот тут вопрос, что нужно в квайн подставлять, там, пустой вход, да, или какой угодно, но вот здесь вот решили, что какое угодно. Вот. ну, и тогда, грубо говоря, нужно написать, а, шатп, это программа, printp, значит, напечатать p. вот. Ну, и опять же, такая программа, она, ну, для большинства языков просто напрямую есть такая функция, напечатать что-нибудь. Вот. Но можно ее там доказать для главной универсальной вычислимой функции непосредственно, да, что такая есть. Вот. Ну, тогда получается, что u от px равняется u от h от px. Если p такова, ну, p такова, которая из теоремы, да, получается, что u от px равно u от h от px и равно p. Да, потому что программа printp выдает p. вот. Поэтому client существует. Так, ничего, понятно? Так, ну что ж, давайте попробуем доказать эту теорему. Значит, тут доказательство на самом деле не очень длинное, но оно какое-то такое немножко странное. Там, в общем, немножко как кролика из шляпы достают. не очень понятно, почему вообще так происходит. Ну вот, в книжке «Вещакин-шеня» там немножко побольше написано, почему такое происходит. Там это как-то погружено в какие-то общие свойства вычтемных функций. Так, ну вот я попробую, надеюсь, что у меня получится не испортить фокус. да, и, соответственно, я достану кролика из шляпы. Значит, как часто бывает, каким-то образом используется диагональный метод. Вот. А именно возникает такая странная идея. Так, значит, вот доказательство, доказательство теоремы. Так, значит, идея очень странная, да, вообще непонятно, откуда взявшаяся. Но, в общем, применим программу саму к себе, и то, что получилось, воспримем как тоже некоторую программу. Значит, применим, применим программу саму к себе, и воспримем результат, воспримем результат, как тоже некоторую программу. Ну, так еще непонятно зачем, но вроде не запрещено так делать. Да, иногда даже осмысленно. Да, вполне может быть так, что программа, делать какое-то изменение в тексте программы, например, сохраняя ее синтактическую корректность, и тогда она в своем тексте тоже может изменить что-то, и получит тоже какая-то осмысленная программа. Вот, значит, что это в серверных универсальных функций происходит? Да, значит, я определю значит, v v v от x, v от x, ну, так, сейчас, давайте, давайте лучше v от nx, v от nx, я определю, как u, а, u это как раз вот та самая, которая из условия, да, главное универсальное, у от nn и x. Ну вот, да, значит, вот как-то я так сделал. Теперь, что нам говорит свойство главности? Так, значит, из свойства главности из свойства главности существует какое-то преобразование, значит, существует преобразование s, да, такое, что для любого n, для любого x, v от nx равняется u от s от nx. Так, ну хорошо, значит, вот есть, значит, есть вот такая вот функция. так, пока, опять же, да, все корректно, непонятно зачем. Ну ладно, дальше, следующий странный шаг. теперь рассмотрим, значит, рассмотрим функцию, t от x, t от x, которые есть h, ой, нет, h от s от x. Вот, а h это как раз та функция, в которой мы неподавижную точку ищем. Настя, вот сейчас ее пока не было еще. так, давайте я тут это напомню, значит, это у которой ищем неподвижную точку. так, значит, и вот это вот h от s от x, это будет всюду определенная. Ой, так. Значит, это всюду определенная, всюду определенная вычислимая функция. Так, свойства главности мы уже использовали, теперь свойства универсальности. Значит, по свойству универсальности существует такое q, на что для любого x t от x равняется u от q x. Вот. Ну и теперь утверждение. Утверждение. s s от q это неподвижная неподвижная точка. Почему же так происходит? Ну, сейчас будет некоторая выкладка. сейчас вот все, все, что на этой доске есть, сейчас сыграет на следующий, я бы туда-сюда перебегать. Так, s от q, s от q, неподвижная точка. Так, ну, давайте посмотрим. Значит, u от s от q и x. Так, что это такое? Ну, смотрим вот сюда вот. Да, тут вместо n q. Значит, u от s от q x это v от q x. Так, ну, давайте запишем. u от s от q x это v от q x. Так, очень хорошо. А что такое было v от q x? А это у нас вот здесь вот. Да, здесь вот эта вот диагональная функция. То есть, это получается, равняется u от u от q q и x. Ну, ладно. Так, значит, это тоже получилось. Так, теперь что такое u от q и q? Смотрим вот сюда вот. u от q q, ну, u от q x это t от x, а u от q и q это t от q. То есть, это будет u от t от q и x. Вот. Ну, и, наконец, что такое t от q? Смотрим вот сюда вот. t от q это h, t от x это h от s от x, да, t от q это h от s от q. Получаем, что это будет u от h от s от q, и x. Ну, вот, x был произвольным, так что получается, что действительно все верно. Так, значит, поскольку x произвольный, то теорема получается доказана. действительно, это самое s от q делает с x то же самое, что h от s от q тоже с тем же самым произвольным x. ну вот, ну вот, вроде фокус получился, да, и вроде формально все верно, но почему нужно делать именно так, не очень понятно. Вот. Ну, опять же, в речаке-нишине это погружено в некоторый более широкий контекст, да, там написано там про функции, имеющие там продолжение или не имеющие, и что если у них там нету всегда определенного вычисленного продолжения, тогда должна быть неподвижная точка, а у диагональной его как раз нету. Вот. Ну, в общем, рекомендую прочесть, вот, но сейчас, сейчас вот в более широком контексте мы это не будем обсуждать. Вот. Есть какие-нибудь вопросы? Я хотел бы еще про небольшое приложение сказать, помимо коинов, но если есть вопросы, то могу ответить. Ладно, ну, хорошо, давайте тогда оставшись 5 минут. Еще одно приложение. Значит, приложение это рекурсивное программирование. Значит, почему вообще рекурсия возможна, да, и что вообще такое рекурсия? Да, значит, ну, рекурсия означает, что какая-то программа вызывает саму себя с каким-то другим аргументом. А потом, в свою очередь, еще раз вызывает саму себя с еще другим аргументом, и так это все спускается до какого-то базового случая. Да, бывает еще бесконечно рекурсия, типа там, рекурсия, смотри, рекурсия. Вот. Тогда там нет условий остановки, да, она ничему не может привести. Вот. Значит, на чем основана вообще возможность такой штуки? программирования. Ну, обычно в языке программирования есть специальная конструкция для такого, то есть, какая там подпрограмма, которую можно вызвать, и можно вызвать саму себя. Есть там какой-то процессор, который это все обрабатывает. Вот. Ну, а все же, да, вот мы так написали программу, да, почему она там скомпилируется, да, вообще что-то сделает. Вот. И, например, в машине тюринга там же нет таких конструкций, да, почему на машине тюринга такое можно писать. Вот. Ну, оказывается, что вот теорема Клиния говорит, да, значит, теорема Клиния говорит, что рекурсивное программирование возможно на любом языке, которое соответствует главной универсальной вычислимой функции. Вот. Ну, в каком смысле возможно, я думаю, сейчас будет понятно. Да, значит, ну, например, значит, например, есть определение функции факториал рекурсивное. Знаешь, что такое функция факториал? Это, значит, единица, если n равно нулю, и n умножить на факториал от n минус 1, если n больше нуля. Вот. Почему есть функции, которые этому удовлетворяют, то есть, что мы вообще хотим? значит, что означает, что программа вычисляет факториал именно по рекурсивному определению? Ну, давайте напишем. Значит, программа p рекурсивно вычисляет n факториал. Значит, что она должна делать? Ну, это означает, что u от p и n будет равняться единице, если n равно нулю, и, соответственно, n умножить на u от p и n минус 1, значит, если n больше нуля. Значит, почему такое p есть? Наровано по теореме к линии. Значит, такое p есть по теореме к линии. Как именно? Ну, смотрите, можно написать так. v от p n будет равно тому же самому. Значит, единица, если n равно нулю, и n умножить, а здесь u, n умножить на u от p n минус 1, если n больше нуля. Да, уж такое, v точно можно написать. Значит, тут никакой рекурсии нет. Дальше по теореме, ну, не по теореме, а по свойству главности, значит, по свойству главности мы получаем, что существует s такое, что для любого p, для любого n u от s от p и n равно v от p n. А дальше по теореме клинья. По теореме клинья существует такое p, что для любого n u от p n равно u от s от p n. То есть, тут очень красивая штука, мы берем p, не берем p, берем s из определения главной универсальной функции и поставим это s в теорему клинья, как, собственно, функцию всюдуопределенного преобразования. И к этой s в качестве h применяем теорему клинья. если это все раскрутить, если взять вот это равенство, потом вот это равенство и потом вот это равенство, то получится ровно исходная равенство, которая нам и была нужна. То есть, вывод такой, что рекурсию писать можно и, соответственно, она точно реализуется. Ну, всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok